Здравствуйте! Приветствую вас на канале Варшава Лайв. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых старых городов Польши, в Ротславе. Он находится в 350 километрах к западу от Варшавы на реке Одер и является четвертым по населению в Польше. Дорога до него занимает около 4 часов на автобусе. Стоимость проекта из Варшавы от 20 злотых. От центрального вокзала, куда прибывает автобус, до рыночной площади старого города можно пройти за полчаса пешком или доехать на трамвае. В центре рыночной площади стоит готическая ратуша с большими астрономическими часами. Рядом памятник известному польскому комедиографу, поэту и мемуаристу Александру Фредера. В 90-е годы на рыночной площади установили современный стеклянный фонтан. Многие горожане не приветствуют современное искусство на старинной площади и с иронией называют его писсуар или мытница. В отличие от Варшавы, старый город Вроцлава не так четко отделен от современного, поэтому в нем можно увидеть как старинную архитектуру, так и современные строения. За 5 злотых можно увидеть красивую панораму города с мостика ведьм собора Святой Марии Магдалены. Согласно легенде, на мосту можно увидеть тени душ девушек, которые обольщали мужчин без намерения выйти за них замуж. Подниматься на этот мостик немного страшновато, из-за довольно странной и крутой лестницы. Другая смотровая площадка есть на 90-метровой башне костела Святой Эльжбет. Туда можно подняться и на лифте. От рыночной площади отходит очень симпатичная улочка с грозным названием Тюремная. На ней есть старая тюрьма и вкусная шоколадница с изумительным горячим белым шоколадом с малиной. По этой улице можно прийти к другой важной достопримечательности города – Вроцлавскому университету. В университете 12 факультетов, а среди его выпускников много известных ученых и лауреатов Нобелевской премии. Во Вроцлавском университете училась известная нам певица Анна Герман. О популярной студенческий гимн Гаудаамус Прамса, говорят, посвящен именно этому вузу. В университете есть любопытный музей, а также относительно недавно воссозданные очень красивые залы, которые стоит посетить – Ораториум Морану и Аула Леопольдина. На математической башне есть еще одна смотровая площадка, которая, увы, была закрыта в этот день. Вроцлав считается университетским городом, каждый шестой его житель – студент, поэтому в городе очень много пивных баров, пабов, клубов и развлекательных центров. Еще Вроцлав называют город Пазл, так как он расположен на 12 островах. Самый крупный из них – Тумский. Он тоже находится в самом центре. Здесь есть музеи и костелы. Но советуем посетить очень красивый и первый в Польше готический собор святого Иоанна Крестителя. Это завтра. Благодаря островам и каналам местные жители зовут Вродслав городом встречи, свидания. Здесь действительно царит очень романтическая обстановка. Совсем недавно, уже в 2000-х годах, во Вродславе появилась еще одна визитная карточка – бронзовые гномы. Они олицетворяют разные профессии и занятия – от нищих на паперте до музыкантов и врачей. Их количество постоянно растет, и даже есть отдельные экскурсии с обзором сказочных жителей города. На бывшей Мясницкой улице старого города есть еще один необычный памятник к убиенным животным. И хотя попробовать что-то колоритное из местной кухни нам не удалось, однако сытный ланч с десертом в самом центре города стоил всего 20 злотых. Посетить Вродслав из Варшавы можно всего за один день, без ночевки. Однако атмосфера и красота города вызывают желание туда вернуться. Подписывайтесь на наш канал Варшава Лайф и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok